Это, кстати, именно засуха является одной из причин пересыхания водоемов в регионах. Мелеют и постепенно исчезают с лица земли озера на севере нашей страны. Впрочем, там ключевую роль играют уже и другие факторы. Вот, например, усыхают крупные озера в Костанайской области. Они еще, кстати, входят в состав Государственного природного резервата. Местные жители опасаются за флору и фауну, которые страдают от маловодия. Но их обращение к местным властям безрезультатно. Почему чиновники бессильны и как спасали эти водоемы от миления раньше, узнавала Наталья Строкова. Старожилы показывают прежние очертания озера Жарколь. По словам местных, за последние 25 лет этот водоем высох на 70%. Последние годы озеро не наполняется водой. После паводка она из него уходит просто в степь. Раньше поднимали грейдер, делали насыпи и такого не случалось. Вода оставалась в озерах. Сейчас этим никто не занимается. Ситуация на соседнем озере намного хуже. От него осталось только название и дно, по которому теперь можно ходить. Озеро Татурколь пересохло за 7 лет. Оно было 20 километров в длину и 8 в ширину. Раньше местные жители здесь рыбачили и поили скот. Сейчас коровы и лошади в поисках водоемов ежедневно проходят по несколько десятков километров. Нехватка водопоев для скота, говорят сельчане, это полбеды. Милеющие озера лишают мест обитания птиц и животных. Когда в озере была вода, здесь гнездились несколько видов птиц. Перелётные тут останавливались. В лучшие годы сюда приезжали рыбаки с Аральского моря на промысловый лов. Продукцию отправляли на заводы на переработку. А сейчас ничего, всё погибает. Оба водоёма находятся в Тургайских степях. Жарколь в составе природного резервата. Татарколь числится за акиматом Джангильдинского района. Изменить ситуацию на озёрах чиновники не в силах. Это природный фактор. Раньше эти озёра были полноводными. В них поступала вода из двух рек. В последние годы этого нет. Перенаправить их русло мы не можем. Вопрос о возведении дамбы вокруг озёр не поднимался. А ещё обмеление водоёмов специалисты связывают со слабым паводком и засухой. Озёра Татар и Жарколь пополняются за счёт рек Сарыхзень. Река Тике туда впадает и за счёт таяния снега. Здесь в паводковый период воды прошло очень мало. На реках даже не прослеживалось какой-либо расход воды. В итоге свои предложения по спасению озёр местные жители направили в Министерство экологии. Оттуда пришла лишь сухая отписка. Теперь очередное обращение ушло в правительство. Наталья Строкова, Ермик Махмедьяров, Кустанайская область. Итоги дня.